Партнер видеоурока биржа комментариев qcomment.ru Покупайте комментарии, отзывы и социальную активность Здравствуйте дорогие друзья, в эфире Михаил Шакин, автор блога shakin.ru И я продолжаю цикл материалов о продвижении и заработке на англоязычных сайтах И сегодня я хочу поговорить о таком моменте, как мозговой штурм перед созданием сайта В предыдущей статье я рассказывал о том, как, на мой взгляд, правильно выбирать тематику будущего англоязычного сайта Допустим, вы определились с тематикой, но в идеале нужно посмотреть на примеры сайтов Которые в этой тематике уже существуют и уже зарабатывают и уже находятся в топе И если вы увидите эти примеры наглядные, то у вас уже будет целостная картина И вы сможете двигаться сразу в правильном направлении Дело в том, что сайты, которые находятся в топе по вашим запросам Они уже наверняка проделали большую работу в плане внутренней оптимизации, перелинковки, методов продвижения И также даже вплоть до расположения рекламных блоков И вместо того, чтобы с нуля начинать и экспериментировать в тех направлениях, в которых вы еще не ориентируетесь То я вместо этого советую сэкономить время и сразу ориентируясь на ведущие сайты в вашей тематике Определиться с тем, как оптимизировать сайт, как подавать информацию, как размещать рекламные блоки и так далее Я не имею ввиду, что буквально все копировать Но в целом для ориентира посмотреть на сайты ведущих конкурентов очень полезно Итак, приступим Вы выбрали тематику и уже у вас есть, допустим, некоторые ключевые слова И если у вас есть затруднения с переводом русских слов на английский язык То советую воспользоваться сервисом Google Переводчик И на нем просто выбирайте исходный язык русский Затем пишите нужное слово Ну, допустим, возьмем маска для лица И перевод на английский здесь Facial Mask Более продвинутый вариант онлайн-переводчика Предоставляет популярный сервис Multitran.ru На нем вы можете найти намного больше значений Нужных вам слов Вот та же маска для лица Она, допустим, видите, в различных вариантах тоже используется Face Mask тоже можно Это даст вам новые ключевые слова Которые вы сможете как продвигать, так и использовать на своем сайте Давайте я покажу на примере Как находить примеры сайтов, которые уже зарабатывают на Амазоне, допустим Заходим на сайт amazon.com И начинаем выбирать разделы Допустим, мы хотим сделать сайт женской тематики Выбираем Beauty, Health & Grocery И, допустим, переходим в пункт All Beauty То есть Все товары по тематике красоты Так, здесь мы прокручиваем немножко ниже И находим по категориям Допустим, нам интересно сделать сайт по тематике ухода за кожей И вот есть кожа лица, кожа глаз Ну, давайте вот по уходу за кожей лица Кликаем И здесь сразу советую в левой колонке выбирать Товары с рейтингом от 4 и выше Таким образом, вы сразу увидите только бестселлеры Те товары, которые имеют наилучшие оценки пользователей И в этом списке давайте выберем Ну, допустим, вот эту вот сыворотку с витамином С Этот товар является бестселлером У него более 2000 отзывов И оценка средняя 4,3 из 5 То есть это один из самых популярных товаров в своей категории Копируем его название Я думаю, название нужно сократить вот до этого момента Или даже сейчас я открою текстовичок Сократить нужно, то есть слово the best уберем Это наверняка у них рекламный ход И вот такой мы запрос наберем в гугле Так, смотрим Первый сайт, это у нас сайт-производитель наверняка Который OZ Naturals Затем сайт Amazon И третий сайт, вот смотрите, с обзорами товаров для лица Вот переходим на него Смотрим, как подается информация И как вообще сделана статья Это обзорная статья Первая же ссылка в статье ведет на сайт Amazon Это партнерская ссылка То есть владелец этого сайта получит комиссию свою Если его посетители приобретут данную сыворотку Картинка сделана тоже партнерской ссылкой на Amazon Затем у нас небольшое вступление идет Затем небольшое описание товара Состав Очень грамотно, кстати, подается информация Затем сделана, возможно, картинка специально для этого сайта Здесь таким фэнси, таким шрифтом написано Также здесь небольшое отступление И Ну, небольшое описание, чем полезен этот продукт Что он там морщины уменьшает Там уменьшает темные круги под глазами Делает кожу мягче и светлее Ну, то есть замечательно все Затем показаны плюсы и минусы данного товара И вывод финальный Здесь опять ссылка с картинки партнерская идет на Amazon И ссылочка повторяется в конце статьи Тоже партнерская Как мы видим, комментарии здесь закрыты Так, что еще по этому сайту можно посмотреть? Давайте посмотрим, кто автор Ну, по логике вещей, автором сайта о косметике должна быть женщина Переходим на профиль автора Обязательно смотрите, заполнена информация об авторе Так, женщина расскажет о себе Но по опыту могу сказать, что это может быть выдуманный персонаж На самом деле владельцем и вебмастером этого сайта может являться бородатый толстый дядька Из какого-нибудь Канзаса Или даже может из Сибири вполне возможно Ну, вот в таком плане То есть сайт сразу производит впечатление Хорошего ухоженного ресурса И здесь смотрите, как структура хорошо сделана Здесь обзоры продуктов для лица Здесь продуктов для ухода за кожей глаз Здесь за кожей тела Так, здесь рецепты и советы Затем мужские продукты рассматриваются И давайте посмотрим блог Блог интересен на этом сайте тем Что он не, по сути, не предназначен для продажи товаров Здесь ссылки все, которые сделаны в этом блоге Они не ведут на Amazon Они здесь ведут на внутренние именно статьи данного сайта То есть блог сделан на этом ресурсе для того Чтобы делать внутреннюю перелинковку И подпитывать страницы с товарами обзорные Как мы вот сейчас посмотрели Внутренними ссылками С нужными ключевыми словами И здесь, в принципе, другой вид заметок идет Они на нем тоже регулярно публикуются Но в блоге, обратите внимание Здесь размещается реклама Google AdSense То есть владелец сайта Он четко разграничивает Публикацию рекламных вставок из Амазона И рекламной рекламы контекстной Google AdSense То есть, видимо, он проводил эксперименты И я тоже такую точку зрения часто встречаю Что если на сайте зарабатывать с помощью Амазона и AdSense То нужно разграничивать на одних страницах, допустим, товарных Использовать непосредственно ссылки на Амазон А на таких обзорных, как мы видим на этом блоге Использовать контекстную рекламу И в данном случае блог очень удачно подпитывает Страницы сайта с товарами Внутренними ссылками Что само по себе замечательно Также обратите внимание Что здесь обязательно идут ссылки на социальные аккаунты Данного сайта в социальных сетях Допустим, открываем в Твиттере И смотрим, что здесь и хорошее количество читателей Ну и, возможно, тут масс-фолловер идет Но, тем не менее, здесь регулярно публикуются материалы Причем не только со ссылками сайта А также что-то там по тематике То есть, социальными аккаунтами тоже занимаются Я подсчитал в данной статье размер 932 слова То есть, она больше стандартного размера Который практикуется многими вебмастерами В 500-600 слов Ну, то есть, конечно, чем больше текстового содержимого Тем лучше И давайте посмотрим на сервисе quicksprout.com Какие страницы сайта И из каких социальных сетей Данный ресурс получает большое количество посетителей Я делал по Quicksprout подробный видеоурок Можете его посмотреть на моем блоге Shocking.ru А сейчас мы перейдем во вкладку Ну, набираем сначала в адресной строке адрес сайта Во вкладку Social Media Analysis И переходим в статистику И здесь мы видим, что основная масса социальных сигналов У данного сайта 62% идет с Twitter На втором месте у нас получается Google+, И на третьем Facebook И вот далее мы можем видеть, что больше всего социальных сигналов У главной страницы И затем идут уже страницы обзоров И основная масса упоминаний идет с Twitter То есть, если рассматривать конкурентов То обязательно используйте сервис Quicksprout Чтобы уже знать, в каких социальных сетях Желательно ввести наибольшую активность Также полезно посмотреть количество показов Выбранного поискового запроса На сервисе Планировщик ключевых слов Google Для этого копируем наш запрос Переходим на сервис Планировщик Google И помещаем наш запрос Здесь у нас США, все языки И переходим на следующий пункт Во вкладку Keyword Ideas И здесь мы видим, что у данного запроса Тысяча показов в месяц по США И наибольшая у них активность зимой Видимо, летом немножко снижается Но это не принципиально И на данный момент 127 рублей стоимость клика И высокая конкуренция рекламодателей В рекламной сети AdWords То есть, если вы поместите контекстные объявления То у вас проблемы с рекламодателями В контекстной рекламе не будет То есть, хороший запрос Тысяча показов в месяц И далее вы можете видеть здесь Дополнительные запросы На основе выбранного вами слова Здесь также можете их сортировать Но это уже, можно сказать, дополнительные То есть, как бы идеи для запросов и статей на вашем сайте Также полезно посмотреть внешние ссылки сайта Это можно сделать лучший способ Платный сервис ahrefs.com Здесь набираете адрес сайта В бесплатном варианте сервис, по-моему, дает Вот три проверки с пятью ссылками в день для одного IP Если не ошибаюсь Что-то около этого Когда набираете сайт То выбираете домен без поддоменов Чтобы уже для чистоты смотреть ссылок Так как некоторые сайты с поддоменами идут Прокачиваются, там картина меняется И вот смотрим, что у этого сайта всего 77 ссылок С 40 сайтов Давайте посмотрим, что это за ссылки Так, выбираем одна ссылка с домена Так, смотрим Это у нас наверняка какие-то сервисы статистики идут Так, вот это у нас nofollow ссылка Наверняка это какой-то там по красоте сайт И это комментарий, давайте посмотрим Так, наверное Наверное, это точно комментарий Так, сейчас найдем Так, тут их много Давайте сразу посмотрим по имени комментария Вот он Так, вот такой там Обращается по имени И ссылочка идет на продвигаемый Сайт, который мы изучаем Также смотрим здесь вот Если чайдо и хайдо Это значит Все ссылки с комментариев Они идут большинство nofollow Но тем не менее Здесь, видимо Кто-то скопировал статью Сослался на источник Здесь также комментарий То есть, львиная доля ссылок идет с комментариев На тематических сайтах Я не думаю, что это специально делается для того Чтобы подпитать сайт активно комментариями Так как они практически не влияют на продвижение Но тем не менее Значительная часть этого сайта Ведет с комментариев Просто, видимо Автор этого сайта Он активно общается И посещает ресурсы по красоте И оставляет там комментарии Один из лучших бесплатных способов Посмотреть внешние ссылки сайта Это сервис linkpad.ru Но у него база данных По англоязычному интернету Не такая полная, как по рунету И для многих сайтов на английском У него могут показываться не все ссылки Вот видите, он показывает 13 ссылок Для изучаемого сайта Когда мы знаем, что у него ссылки 40 сайтов Их 77 Но тем не менее Для общей картины Вы можете увидеть эти же комментарии То есть для какого-то базового анализа Этот сайт тоже можно использовать Но, конечно, общей картины По внешним ссылкам На нем не получить для англоязычных сайтов И я предпочитаю использовать сервис Ahrefs.com Так, забыл вам показать Одну очень интересную функцию В планировщике ключевых слов Google Заходим в первый пункт И сюда вставляем адрес сайта Или интересующий нас страницы И Google покажет нам Подсказки Ключевых слов, которые он связывает С данной страницей или с данным сайтом То есть таким образом Можно еще находить дополнительные запросы Для оптимизации и продвижения ваших страниц Кроме этого, поисковые запросы По которым сайт получает посетителей И находится в топе Google Можно узнать с помощью платного сервиса 7rush.com В бесплатном варианте Вам дается несколько ограниченных проверок в день Набираем адрес сайта И выбираем пункт позиции И здесь мы можем увидеть Что основные поисковые запросы Здесь представлены То есть по этим запросам Сайт занимает следующие позиции Затем количество показов Того или иного запроса И стоимость клика среднюю В правой части страницы Можно увидеть, что трафик данного ресурса Начал активно расти С июля этого года В бесплатном доступе Вам дается ограниченное количество запросов Их можно немного увеличить Если покликать по колонкам Допустим по позициям По стоимости клика Вы получите Новый набор запросов То есть конечно тут не разбежишься Но некоторые запросы Которые вам изначально сервис не показывает Можно узнать Мы с вами рассмотрели Как искать сайты Которые зарабатывают на Amazon Давайте теперь посмотрим Как же находить подобные сайты Которые зарабатывают на контекстной рекламе Google AdSense Для этого в планировщике Ключевых слов Google Набираем какой-нибудь запрос Я вот набрал Набрал Facial Mask То есть маска для лица И здесь мы смотрим Что у нее 4 400 в месяц Высокая конкуренция рекламодателей Очень хороший запрос И давайте какой-нибудь выберем Вот Facial Masks for Acne То есть Маски для лица Против угревой сыпи Набираем данный запрос В Google И на первом месте Мы видим Статью Которая как раз Предлагает 22 решения По поводу Значит Масок для лица Для устранения угревой сыпи Давайте на нее Перейдем на эту статью И посмотрим Что она из себя представляет На странице со статьей Мы видим Рекламу Google AdSense Справа Затем Немного Ниже Мы видим Электронную книгу Которую написал Автор этого сайта И продает ее здесь Предлагает к скачиванию Размером 350 страниц То есть он зарабатывает Не только на контекстной рекламе Но и с помощью продажи Своих электронных книг Так Затем у нас здесь Снова объявление Google AdSense идет И далее Перечислять Снова Google AdSense Так Здесь у нас баннер Куда-то тоже ведет Партнерская ссылка Можно узнать Если кликнуть по ней Так Далее смотрим Тут идут Описание Различных решений По устранению Угревой цепи Они пронумерованы Многие идут С большими картинками Здесь использование Даже чеснока Так Авокадо То есть Большущая статья Такая Ну думаю Это Хороший Такая Хороший материал Для тех Кто ищет решение Действительно То есть Данная страница Отвечает На запрос Пользователей Я думаю В полной мере Именно поэтому Она находится На первом месте Так И здесь Разоблачение Пяти мифов О Угревой цепи Так же Они снова Рекламируют Свою книгу И снова Свою книгу Рекламируют И посмотрите Какое количество Социальных упоминаний Получает Данная страница Более трех тысяч В фейсбуке 76 в гугл плюсе И 132 ретвита И кроме этого Реакция посетителей 120 комментариев То есть Это Очень хороший показатель Ну и действительно Статья написана Таким образом Что Тут наверное Мало уже Что можно придумать Все Описано 22 способа Это нужно Основательно Посидеть Изучить Массу материала И затем Это все В структурированном Виде подать То есть Данная страница Очень качественно Сделана Большое количество Материала И Таким образом Она находится На первом месте Если перейти На главную страницу Этого сайта То можно увидеть Что Самые популярные Статьи Вынесены На главной странице И Они Каждая из них В названии Имеет Цифру То есть 22 Там Решение Помочь Там Сухость Во рту Там Устранить 15 Там Решение Чего-то 22 18 17 То есть С числительными Много исследований Проводилось Статьи С числительными В названии Они Привлекают Намного больше Внимания У пользователей Чем Обычные статьи То есть Это несколько Интригует И Заинтересовывать Людей То есть Вот у кого-то Там Угревая сыпь И он Если видит Название 22 Решения От угревой сыпи То он Ну в большинстве Случаев Заинтересуется Что же там Можно такого Найти И Собрать Аж 22 Способа То есть Вот советую Числительные Во многих Статьях Обязательно Использовать Не во всех Конечно Но во многих Случаях Они нужны Я подсчитал Размер Этой статьи Про 22 Способа Избавления От угревой сыпи Составляет 4771 Слово Это Более 26 тысяч Символов С пробелами То есть Статья Действительно Огромная И Именно Вот Такой Массивный И подробный Материал И Привлекает Во многом Пользователей Если Посмотрите Непосредственно Ссылки На данную Статью На сервисе Ахрев С параметром URL То есть Они как раз Именно на данную Страницу Будут показаны То можно Увидеть Что У данной Страницы Растет Количество Ссылок И я Более чем Уверен Что Большинство Этих Ссылок Естественные На данный Момент 231 Ссылка С 66 Сайтов Давайте Посмотрим Что это За ресурсы Делаем Одна Ссылка С домена И посмотрим Так У нас Здесь Идет Пользователь Делится На сайте Reddit Точка Ком Это Популярный Закладочный Сервис Так Здесь Где-то У нас Это Ссылка Будет Ну то есть Понятно На сервисе Закладок Так Здесь Ответы На сервисах Вопросов И ответов Приводится Видите На первом месте Пользователи Советуют Человеку Который Интересуется Как избавиться От угревой Сыпи Именно Данный Ресурс Который Мы с вами Смотрели Ну и Естественно Много Ссылок Идет С упоминаний Данной Статьи На других Блогах Вот допустим Давайте Посмотрим Взяли Значит Они Картинку С Сайта Который Мы Рассматриваем Сделали Ссылку И Затем В конце Тоже У нас Добавлена Ссылка На данный Ресурс И Посмотрите Какое Количество Ссылок Вернее Социальных Упоминаний Получила Данная Страница Которая Ссылается Здесь 38 тысяч Лайков В фейсбуке Там 13 тысяч В пинтересте 20 твитов 36 Гугл Плюсов Это просто Меркнет По сравнению Вот с этими Цифрами И 4000 Пинов В социальной Сети Пинтерест Только Вот этой Картинке То есть Материалы Такого рода Как вот Мы с вами Сейчас Посмотрели Они Не нуждаются В каком-либо Продвижении Практически Нужно Только Донести Грамотно До Целевых Посетителей До первых И дальше Пойдет Буквально Снежный Ком Социальных Упоминаний И ссылок С блогов Форумов И социальных Сетей То есть Вот это Как раз Продвижение С помощью Контента В лучшем Виде Приведу Пример Еще одного Сайта Который Зарабатывает На партнерской Программе Амазон Я его Нашел По той же Схеме Как и Показал В начале Видеоурока Сегодняшнего Этот сайт Называется Agymred.com Jim Red Это на сленге В Америке Так называют Людей Которые Постоянно Большую часть Времени Проводят В тренажерном Зале То есть Такая Как бы Тренажерная Крыса Как бы Сказать Можно Вот И так Оригинально Они назвали Сайт Сразу Производит Приятное Впечатление Смотрите Как он Много Таких Картинок Дизайн Современный Очень все Красиво И давайте Например Перейдем На одну Из статей Про Пять Пять Самых Популярных Наборов Разборных Гантелей И вот Давайте Посмотрим В шапке Вот этот Баннер Он ведет С партнерской Ссылкой На Амазон Затем У нас Вот Пауэрблок То есть Название фирмы Ведет На сайт Производителя А ссылка Вот с этой Картинки Это партнерская Ссылка На Амазон Аналогично Айронмастер Ведет На сайт Производителя А ссылка С картинки На Амазон И здесь Идет Внутренняя ссылка На другую Страницу На этом же Сайте То есть Идет Внутренняя Перелинковка Это все Ссылки С Амазон Так У нас Здесь видно Что наибольшее Количество Упоминаний В Google Плюсе Эта статья Получила Давайте Посмотрим Что нибудь Еще Так Ну допустим Какие нибудь Стойки Для гантелей Так Здесь у нас Идет Также Партнерские ссылки Как видим Здесь Статья Перечисляет Эти Продукты И Они Многие ссылки Эти ведут Особенно с картинок И с названий Ведут На Амазон То есть Если кто-то Купит на этом сайте То владельцу Будет Ити Комиссия Другой пример Сайта Который зарабатывает На Амазон Это BestRadarDetectors 2014.com На этом сайте Немного страниц Давайте посмотрим В индексе Google 23 страницы Все они Находятся В основном Индексе И Давайте посмотрим Как оформлена Главная страница Она сделана В виде Статической страницы С перечислением Тех материалов Которые Размещены А внизу Идет Как Блоговая часть А верхняя Это статическая И у нас Ссылка С названия Сокращенная Это партнерская ссылка На Амазон С картинки Тоже партнерская На Амазон Идет И Также Read our review Это уже идет На страницу С описанием Данного товара И Кнопочка Стандартная От Амазона Купить на Амазоне Тоже ведет Как партнерская ссылка То есть Чтобы нам Посмотреть Вот этот товар Мы Из Раз Два Три Четыре Из четырех ссылок Три Это партнерские ссылки И сразу ведут нас На Амазон И только Одна из них Ведет На страницу С описанием Давайте посмотрим Как она Реализована Так Первая Партнерская На Амазон Ссылка идет Ссылка с картинки Понятно На Амазон Здесь вкратце Перечислены Основные моменты По этому Антирадару И Далее Перечислены Плюсы И минусы И небольшой Такой вывод В котором Естественно Размещена Партнерская ссылка На Амазон Такой простой Сайт В принципе И справа Также еще Виджет Размещен Также С партнерскими Ссылками То есть Абсолютно Базовый сайт Без каких-либо Наворотов Элементарно Все сделано Наверняка Это все сделано На WordPress И Видите Как все просто Ну Сделано То есть Без изысков Каких-либо Но Тем не менее Статьи Ранжируются Трафик идет И Сайт Зарабатывает Другой Пример Сайта Сделанный Под Амазон Это Compound Bowstoday.com Это сайт Посвященный Лукам Видимо Какой-то Вид Луков Такой Который Составной Они Как Буквально Из фильмов Будущего Здесь Они Ранжируются По Ценовым Категориям Раздел Стать Есть Раздел Сравнения И обзоры Ну Давайте В обзоры Допустим Зайдем И вот В первый Обзор Перейдем Посмотрим Как Он Сделан Так Сразу Видно Что Первая Ссылка С картинки Ведет На Амазон Вторая Тоже Текстовая Партнерская Они Даже Тут В самом Начале Статьи Делают Партнерскую Ссылку И Смотрите Здесь Есть Содержание На Те Пункты Которые Дальше Идут Статье Это Все Партнерские Ссылки Здесь Приводятся Даже Частично Отзывы Других Покупателей С Амазона Приводятся Плюсы Минусы С иконками И Также Сравнить Вернее Не сравнительно А просто Характеристики В таблице Пример Сайта Который Зарабатывает На Контекстной Рекламе Google AdSense Сайт Называется Good Car Bad Car То есть Это Блог По автомобильной Тематике Который Позиционирует Себя В первую Очередь Как Сайт На котором Выкладываются Вот видите Сравнения По месяцам И по продажам По автомобильным Брендам То есть Он где-то Находит Статистику И затем Ее регулярно Публикует Давайте посмотрим Как у него Реализованы Места На которых Они Размещают Баннеры Так вот Сверху Мы видим В шапке Баннер Google AdSense Затем Затем Справа Тоже Аналогичный Баннер Затем У него Интересно Реализована Всплывающая Реклама На изображениях Вот видите Здесь тоже Идет Контекстная Реклама Если на Изображение Навести То Всплывает Здесь Контекстная Реклама И чтобы Узнать Каким образом Он это Реализует Мы переходим На сервис Kioskt.com Это Сервис Который Как я понимаю Специализируется На размещении Рекламы В Изображениях И Другом Контенте То есть Если изучить То Можно Воспользоваться Этим сервисом Тоже Но Тем не менее Давайте Вернемся К нашему Сайту Видите Он весь Насыщен Контекстной Рекламой Давайте Посмотрим Ревью То есть Обзоры Вот допустим Хонду Посмотрим Здесь На изображениях Нет уже А нет Есть реклама Вот она Всплывает В статье Сразу Говорится О плюсах И минусах Той или Иной Машины Идут Характеристики И в правой колонке Большой квадрат То есть Вот Таким образом Этот сайт Зарабатывает На AdSense Урок Получился Уже Более 30 минут И у меня Еще есть Интересная Информация И различные Наработки В этом В этом плане С AdSense С AdSense И с Amazon Порой Приходится Потратить Время И Перебрать Буквально Десятки Запросов Чтобы найти Пример Сайта Который Действительно Такой Небольшой Который Создал Один Вебмастер А не Целая Команда Редакторов И Который Зарабатывает На Контекстной Рекламе Или на Амазоне То есть Эти Примеры Я тоже Потратил На их Поиск Время Которые Я привел Я нашел И далеко Не сразу Но Тем не менее Думаю Общая Картина Вам Найдете Интересные Сайты Которые Продвигаются И зарабатывают В вашей Тематике Спасибо За внимание С вами был Михаил Шакин Автор блога Шакин.ру